Сочинение Евгения Боротынского эта запись сделана для проекта LibriVox все записи LibriVox являются общественным достоянием для справок и помощи проекту пожалуйста посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский приложение биографический очерк часть 10 тихо и спокойно потекла семейная жизнь баратынских в москве Сергей Львович Пушкин так описывал ее в письме к дочери О.С. Павлищевой видим баратынских в москве очень часто не зная бессонных ночей на балах и раутах баратынские ведут жизнь самую простую встают в 7 часов утра во всякое время года обедают в полдень отходят ко сну в девять часов вечера и никогда не выступают из этой рамки что не мешает им быть всем довольными и спокойными следовательно счастливыми оживленно прошел для баратынского 1826 год когда он начал свою новую семейную жизнь и как бы подводя итоги прошедшей работал над изданием своих стихотворений вышедшим в следующем году работа это увлекла баратынского и при его свойстве неузнаваемо переделывать свои произведения оказалось не собиранием стихотворений рассеянных по журналам и альманахам а новой творческой работой так как поэт хотел придать наибольшую цельность своему сборнику и для этого в беспрестанной борьбе гордости ума с правами сердца как он писал путяти часто побеждал умом сердечное чувство к концу 26 года баратынский постепенно начал втягиваться в литературную жизнь москвы особенно оживленную в это время возвращением пушкина из ссылки и приездом его в древнюю столицу 8 сентября баратынский присутствовал на чтении бориса годунова и возобновил свое знакомство с пушкиным причем поэты часто видались и подружились больше прежнего в двадцать восьмом году в одной книжке вышли граф нулин пушкина и бал баратынского в это же время познакомился баратынский с князем вязем с ким погодиным языковым веневитиновым хомяковым братьями киреевскими и с другими поэтами и литераторами баратынский присутствовал на литературных вечерах полевого князя вяземского а вскоре начались литературные понедельники и в его доме весной двадцать седьмого года баратынский уехал с женой и дочерью александры евгеньевны в свою родную тамбовскую деревню в мару и там оставался до конца года вернувшись в москву поэт более прочно основался в ней и поступил на службу в число канцелярских служителей к главному директору межевой канцелярии с переименованием в коллежские регистраторы в этой канцелярии баратынский пробыл до 1831 года когда окончательно вышел в отставку сноска из дела об определении баратынского на службу и увольнение хранящегося в пушкинском доме явствует что поэт поступил в межевую канцелярию 24 января двадцать восьмого года 20 февраля был переименован в коллежские регистраторы затем был произведен в губернские секретари со старшинством с 14 апреля тридцатого года и 26 июля тридцать первого года был уволен по прошению от службы конец сноски но служба мало обременяла поэта и давала ему не только необходимый досуг но и возможность надолго уезжать из москвы как-то бесследно прошла для баратынского его служба в межевой канцелярии и едва ли не единственное упоминание они мы находим в письме к путяте в котором поэт говорит не горжусь я ни в какую канцелярию хотя недавно вступил в межевую но слава богу мне дела мало а то было бы худо моему начальнику дружественные и литературные связи поэта очень упрочились за это время баратынский жил в доме своего тестя энгельгарта в чернышевском переулке ныне станкевича против дома князя вяземского поэт часто виделся с князем вяземским и между ними завязались настоящие дружеские отношения баратынский гостил в подмосковной вяземского в астафьеве вместе с ним танцевал в москве и занимался текущей условия сностью чем более вижу с баратынским писал князь вяземский а и тургеневу 15 октября двадцать восьмого года тем более люблю его за чувство за ум удивительно тонкий и глубокий раздробительный возьми его врасплох как хочешь везде и всегда найдешь его с новою своею мыслью как собственным воззрением на предмет сноска в этом же письме князь вяземский приводит раздробительность ума баратынского сегодня разговорились мы с ним о филарете к которому возит его тесть энгельгард он говорит что ему филарет и вообще наши монахи сановные напоминают всегда что-то женское рясы как юбка и в обращении какое-то кокетство игра за отверженные роли и прочее мне кажется что это замечание удивительно верно конец сноски в 1828 году был в москве мицкевич и как можно думать между знаменитым польским поэтом и баратынским установилась известная близость по крайней мере баратынский часто виделся с мицкевичем и высоко ценя его дарования тем ревнивее относился к его самобытности и говорил когда тебя мицкевич вдохновенный я застаю у байроновых ног я думаю поклонник униженный восстань восстань и вспомни сам ты бог баратынский присутствовал на проводах мицкевича из москвы и его имя выгравировано на золотом кубке преподнесенном польскому поэту известно также что впоследствии баратынский участвовал в подписке в пользу мицкевича когда последний без средств находился в париже более всего однако имеет значение дружба баратынского с семейством киреевских в котором он был своим домашним человеком и особенно с иваном васильевичем киреевский ты первый из всех знакомых мне людей писал поэт киреевскому с которым изливаюсь я без застенчивости это значит что никто еще не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру конец цитаты поэт был вполне откровенен в разговорах со своим новым другом в разговорах заходивших далеко за полночь и находил в киреевском не только надежного верного друга и прекрасного человека но и лучшего умного образованного и чуткого ко всему прекрасному критику в разлуке с киреевским баратынский не пропускал почты и по этим письмам можно лучше всего судить о баратынском в пору 1829-32 годов дружба поэта с киреевским отличалась особенной горячностью и сердечностью и проявление этой дружбы мы находим в каждом письме баратынского с нежностью вспоминающего своего друга и радующегося тому что мое чутье меня в тебе не обманула рад еще одному что ты с твоей чувствительностью пылкой и разнообразную полюбил меня а не другого я нахожу довольно теплоты в моем сердце чтобы никогда не охладила твоего чтобы делить все твои мечты и отвечать душевным словом на душевное слово мы с тобой довольно пожили поспорили помечтали чтобы не забыть друг друга мы с тобой товарищи умственной службы умственных подходов и связь наша должна быть по крайней мере столько же надежную сколько бы она могла быть между товарищами по службе его императорского величества и по походам графа паскевича и реванского конец цитаты бородинский привыкал делиться своей внутреннюю жизнью с киреевским и поверял ему свои литературные планы и замыслы зная что никто лучше киреевского не поймет его и не поддержит в его начинаниях и благодаря побуждениям киреевского литературная деятельность бородинского за время 1828-32 годов становится особенно интенсивной к этому времени относятся многие лирические стихотворения бородинского его поэмы переселение душ вера и неверие наложница рассказ перстень не дошедшие до нас роман и драма собрание стихотворения и поэм в двух частях вышедшие в 1835 году над этим изданием бородинский работал в тридцать втором и тридцать третьем годах и прочее и прочее объяснение такой интенсивности творчества в поэте который начинал было все реже и реже приниматься за перо заключается в том что в отзывах киреевского бородинский видел не только лестные слова и признание таланта но и глубокое понимание самой основы своей поэзии по поводу разбора наложницы киреевским поэт писал ему ты меня понял совершенно вошел в душу поэта схватил поэзию которая мне мечтается когда я пишу твоя фраза переносит нас в атмосферу музыкальную и мечтательно просторную заставила меня встрепенуться от радости ибо это то самое достоинство я подозревал в себе в минуты авторского самолюбия но выражал его хуже не могу не верить твоей искренности нет поэзии без убеждения а твоя фраза принадлежит поэту конец цитаты пользовавшийся в двадцатых годах довольно шумным успехом ставившим его имя рядом с именем пушкина бородынский не был избалован таким внутренним настоящим успехом и признанием и в оценке своего таланта киреевским в оценке который он безусловно доверял почерпал уверенность в своих силах душевную бодрость и желание не только писать но и печатать свои произведения литературная слава мало привлекала к себе бородынского и для выступления в печати ему необходимы были какие-нибудь посторонние причины и стимулы такими стимулами в 1830 году было основание дружественной поэту литературной газеты в 1832 европейца киреевского для которого бородынский начал очень усиленно работать желая поддержать издание своего друга на третьем номере европеец был запрещен и вместе с закрытием его бесследно пропали для нас многие произведения бородынского предполагавшего помещать их в европейце с грустью расставался бородынский осенью 1829 года с киреевским киреевский собирался в заграничное путешествие а бородынский уезжал в мару где и прожил несколько месяцев в кругу родных и соседей изредка отрываемые от работы домашними заботами уезжал поэт в деревню с надеждою что в деревенском уединении проснется его муза и через некоторое время извещал киреевского что у него в пяльцах новая ультраромантическая поэма которую он пишет очертя голову деревенское уединение благотворно отозвалось на поэте и здесь после долгих размышлений он окончательно и твердо уверился что в свете нет ничего дельнее поэзии бородынский вообще часто задумывался все это и последующее время над поэзией и ее назначением и определив поэзию как полное ощущение известной минуты поэт смотрел на нее не как на самолюбивое наслаждение а как на эстетическую силу образующую и оправдывающую мир с его не стройными явлениями поэзия развертывала перед ним чудесный коврик самолет на котором он улетал далеко прочь за тридевять земель от бездушной пыли повседневной действительности к этому времени пребывания поэта в деревне относятся такие стихотворения как муза подражателям чудный град в которых поэта определяет свое дарование и касается вечных вопросов о соотношении искусства и жизни поэт постигнув таинство страдания ценой сердечных судорог покупает выражение внешних сил но в мир грезы художника врывается мир действительности и грубо разрушает высшую действительность созерцателя чудный град порой сольется из румяных облаков но лишь ветру его коснется он исчезнет без следов так мгновенные создания поэтической мечты исчезают от дыхания посторонней суеты зиму тридцатого тридцать первого годов баратынские провели в москве в которой в это время свирепствовала холера москва заметно опустела жизнь в ней как-то замерла и образе жизни баратынского дает возможность судить его письмо к князю вязем скому в котором он говорит все грозное время провел я в москве и хотя мне не было весело но в то же время не так и тошно как я ожидал мы заперлись в своем доме я никуда не выезжал и никого не принимал конец цитаты спокойное течение жизни баратынского было нарушено беспокойством обороне дельвиги литературная газета была запрещена и дельвиг заболел от неприятностей и огорчения 14 января 31 года дельвиг умер и смерть первого друга произвела тяжелое впечатление на баратынского который как писал пушкин был болен с огорчения в январе 31 года находились в москве пушкин языков и князь вяземский и вместе с баратынским они справляли 27 января тризну по дельвигу который был связующим звеном в кружке друзей поэтов сноска баратынский писал записки обороне дельвиги но эти записки как и многое другое по-видимому бесследно пропали конец сноски часть 11 со смертью барона дельвига с выпадением одного звена разрывалась и сама цепь и друзья поэты поглощаемые своими особыми интересами и семейной жизнью начали удаляться один от другого в первых числах июля баратынский как писал князь вяземский удрал в казань с энгельгардов ским семейством точнее в казанское имение энгельгард то каймары в письме к киреевскому баратынский описывал свои дорожные впечатления назову главное скука россию можно проехать из конца в конец не увидав ничего отличного от того места из которого выехал все плоско одна волга меня порадовала и заставила меня вспомнить языкова о котором впрочем я и без того помнил ежели я ничего не заметил дорогою то многое обдумал путешествие по нашей родине тем хорошо что не мешает размышлению это путешествие по беспредельному пространству измеряемому одним временем зато и приносит плод свой как время конец цитаты первый месяц деревенского уединения ушел на хозяйственные хлопоты на разговоры с приказчиками и старостами на переписку с земским судом у баратынского было тяжебное дело и поэт не начинал творить хотя и чувствовал наплыв мыслей во время своих любимых ежедневных поездок верхом воображение напряженно мечты его живы на свои войны и ленивый ум не может их привести в порядок скорая жизнь в каймарах наладилась приобрела известный ритм и баратынский описывал свою жизнь в имении такими словами скажу тебе вкратце что мы пьем чай обедаем ужинаем часом раньше нежели в москве вот тебе рама нашего существования вставь в нее прогулки верховую езду разговоры вставь в нее то чему нет имени это общее чувство этот итог всех наших впечатлений который заставляет проснуться весело гулять весело эту благодать семейного счастья и ты получишь довольно верное понятие о моем быте конец цитаты такая жизнь не могла не отозваться благоприятно на баратынском уставшим от московской унылой зимы монотонность которой была нарушена лишь смертью дельвига но и к этой смерти в баратынске относятся теперь не то что спокойнее но примиреннее и вспоминая свой элизей с населяющими его милыми тенями бодро восклицает там жив ты дельвиг там за чашей еще со мною шутишь ты поешь веселье дружбы нашей и сердце юные мечты ровная и здоровая жизнь в деревне оказала также благотворное влияние и на музу поэта который стал усиленно работать для европейца не смотря однако на счастливую деревенскую жизнь дававшую досуг размышлением раздумья баратынского не всегда отличались бодрым тоном и он порой готов был отказаться от поэтического творчества думая что время индивидуальной поэзии прошло другой не наступило как бы подводя итог прошлому поэт говорит все проходит остываю я к гармонии стихов и как дубров не окликаю так не ищу созвучных слов но это грустная струна звучит пока еще обособленно и заглушается бодрыми созвучиями других немногочисленных стихотворений этого года воротынский остывает к гармонии стихов вернее к индивидуальной лирике и начинает искать новых форм творчества он обращается и к драме и к роману и к критике и сознавая переходность момента не только в своем творчестве но и во всей современной поэзии хочет на время и даже долгое время перестать печатать к сожалению почти все попытки в новом роде так и остались ненапечатанными и потому мы мало что знаем об этих исканиях баратынского в декабре тридцать первого года баратынские переехали из деревни в казань которая произвела хорошее впечатление на поэта знаешь ли писал он киреевскому что по моему провинциальный город оживлённее столичного говоря оживлённее я не говорю приятнее но здесь есть что-то чего нет в москве действие разговоры некоторых из наших гостей были для меня очень занимательны всякий говорит о своих делах или о делах губернии бронит или хвалит всякий сколько можно заметить деятельно стремится к положительной цели и от того имеет физиономию не могу тебе развить всей моей мысли скажу только что в губерниях вовсе нет этого равнодушия ко всему которая составляет характер большей части наших московских знакомцев в губерниях больше гражданственности больше увлечения больше элементов политических и поэтических смотрясь внимательнее в общество я может быть напишу что-нибудь о нем для твоего журнала но я уже довольно видел чтобы местом действия русского романа всегда предпочесть губернский город столичному в этом губернском городе баратынскому однако приходилось мало заниматься творчеством так как обязательные и необязательные визиты поглощали большую часть времени в казани получил баратынске первые две вышедшие книжки европейца доставившие ему большую радость третья книжка европейца была запрещена и это тяжело отозвалась как на киреевском замолчавшим на долгие годы так и на баратынском об удрученном состоянии которого можно судить по следующему письму его к своему другу от запрещения твоего журнала не могу опомниться нет сомнения что тут действовал тайный подлый и несправедливый доносчик но что в этом утешительного где найти на него суд что после этого можно предпринять в литературе я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и судя по письму твоему и на тебя навело меланхолию что делать будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще полевым и булгариным поблагодарим провидение за то что она нас подружила и что каждый из нас нашел в другом человека его понимающего что есть еще несколько людей нам по уму и по сердцу заключимся в своем кругу как первые братья христиане обладатели света гонимова в свое время а ныне торжествующего будем писать не печатая может быть придет благопоспешное время конец цитаты этого благопоспешного времени так и не дождался поэт и ему начинало казаться что век шествует путем своим железным на котором нет места поэзии по натуре своей склонной к резигнации баратынский приходит к безотрадному выводу о судьбе который должен покориться невольный к человек мечтающий о свободе поэтический мир представляется поэту необитаемым островом и он углубляется в себя пишет только для себя пишет немного но старательно отшлифовывая каждый стих и заставляя в тесных рамках короткого стихотворения рельефно выступать полновесную мысль большей частью безотрадного характера острый луч мысли ногой меч разрушает то царство поэзии тот чудный град которому он хотел даровать согласие и поэт восстает на рассудок на тьмы низких истин при свете которых исчезли поэзии младенческие сны в июле 32 года мы застаем баратынского в москве и с конца этого года он начинает работать над полным собранием своих стихотворений кажется она в самом деле будет последним писал поэт князю вязем скому и я к нему ничего не прибавлю время поэзии индивидуальной прошло другой еще не созрела в 1832 году баратынский виделся с пушкиным но собрать всех ребят дружеской артели не удалось баратынскому и в своем кругу начал поэт чувствовать себя одиноким и чужим раздел вяжли в 1833 году вызвал поэта в мару где он надеялся найти досуг но здесь в деревне ему пришлось углубиться в хозяйственные хлопоты я весь погряз в хозяйственных расчетах пишет баратынский в это время и ему как старшему в семье действительно пришлось много заниматься хозяйством которое его настолько увлекло что по собственному признанию он ни разу не думал о литературе в сентябре баратынский случайно оказался в казани в то время когда проезжал через казань пушкин собиравший материалы для истории пугачёвского бунта и поэты провели вместе три дня это было их последним продолжительным свиданием и только в 1836 году мимолетно встретился баратынский с пушкиным встреча поэтов в казани была конечно радостной но разница в их мировоззрении и путях жизни еще резче обозначилась вскоре пушкин оказался в своей деревне болди не баратынский в своей родной мари и в то время как первый отдался всецело творчеству 2 лишь изредка прикасался к лире весь поглощенный хозяйственными делами впрочем было много и общего в тех желаниях которыми были полны сердца друзей в их деревенской тиши болдинская глушь внушила пушкину желание плюнуть на петербург да подать в отставку да удрать в болди на а баратынский мечтал устроить себе приют от светских посещений надежной дверью запертой но с благодарную душой открытый дружеству и девам вдохновений конец одиннадцатой части